здравствуйте с вами эквименеджмент свитой козловой сегодня мы рассмотрим тему среда спорта итак вы решили создать конно-спортивный клуб и я надеюсь вы знаете зачем вам это нужно потому что тогда вы без проблем поставите перед собой своим проектом реальную амбициозную и достижимую цель что станет началом большого пути но прежде чем приступить к целеполаганию выбору стратегии и и достижения созданию управленческой команды и практической реализации проекта мы должны осознавать в какой именно среде нам предстоит работать для того чтобы понять как устроены спортивные клубы как они ведут свой бизнес и что влияет на их эффективность нам необходимо знать что спорт в целом состоит из трех отдельных секторов во первых это государственный сектор федеральные и региональные органы власти разрабатывающие и утверждающие спортивную политику предоставляющие финансирование другим сектором спорта которые поддерживают например спорт высших достижений или институт допинг-контроля во-вторых это не коммерческий сектор например профильные НКО или с дюшер предоставляющие возможности для занятий спортом детям и юношам и наконец в третьих профессиональные и коммерческие организации включающие различные лиги и команды а также смежные организации такие как производители спортивной одежды и оборудования медиа компании операторы стадионов и спортивные менеджеры частные конно-спортивные клубы относятся именно к третьему коммерческому сектору сферы спорта эти три сферы не функционируют изолированно иногда даже накладываются друг на друга например государство зачастую финансирует коммерческие кска проводящие соревнования или компании участвующие в строительстве крупных спортивных объектов обеспечивает нормативно-правовую базу для профессионального спорта поддерживает производителей спортивных товаров и оборудования в свою очередь некоммерческий сектор тоже поддерживает профессиональный спорт поставляя туда талантливых атлетов тренеров и менеджеров а коммерческий сектор организовывает спортивные события с участием атлетов и продает спорт как продукт или услугу зрителю и так что же отличает спортивный менеджмент от классического мы часто видим, как спортивный контекст используется для анализа и интерпретации таких явлений, как работа в команде, мотивация и лидерство, а менеджерам в качестве моделей для подражания предлагаются профессиональные тренеры. Но в поисках вдохновения и полезных инструментов, при переносе моделей из спорта в бизнес и обратно, требуется помнить об уникальных особенностях спорта, которые мы сегодня и разберем. Но начать я хочу с формулировки, которая принадлежит Биллу Парселсу, одному из великих тренеров в истории американского футбола. В спортивном бизнесе, говорил он, в отличие от классического, нет квартальных отчетов или запланированной прибыли. Это черно-белый бизнес. Ты или выиграл, или проиграл. Здесь не существует серого цвета. Два спортсмена могут выступить в одних и тех же соревнованиях почти одинаково, но занять разные места. Один призовое, а другой не попадет в награждение. В классическом же бизнесе 1% разницы на рынке не определяет победу или проигрыш. Итак, разберем особенности бизнеса в сфере спорта. Бизнес в спорте нацелен на развитие иррациональной страсти у людей, заключающейся в привязанности к командам или атлетам и имеющей для них огромное символическое значение, которое выражается в особенностях поведения. Например, подражание кумиру в собственно спортивной деятельности или ношение его униформы или приобретение рекомендованных им продуктов, то есть идентификация себя с навыками, способностями и образом жизни спортивного идола. Уникальные особенности спорта отражаются и на критериях оценки эффективности. Победа в чемпионате страны, континента или планеты, равно как и выполнение обязательств перед региональным сообществом, зачастую имеют приоритет перед финансовыми результатами. В спорте чистой прибылью является собственно соревновательная деятельность. И это не только победы, но и качество выступлений, способность удовлетворять ожидания зрителей и менеджеров. Еще одна особенность – это взаимозависимая природа отношений между спортивными организациями, так называемый конкурентный баланс. Соревнуясь на арене, они сотрудничают вне ее, чтобы обеспечить лидерство общей команде. Так было в практике клуба продаж очень часто, когда являясь на национальном уровне соперниками, представляя страну на международной арене, мы объединяли и четко координировали в интересах команды действия представителей разных конно-спортивных клубов. Кроме того, в отличие от классического бизнеса, где монополия или наибольшая доля рынка есть цель, спортивным организациям для развития жизненно важна оппозиция. Поэтому они стремятся распределять доходы, кадры и повышать уровень неопределенности результатов спортивных событий, чтобы обеспечивать неугасающий интерес болельщиков. Отсюда вытекает еще одна особенность – итог спортивной деятельности имеет высокую степень непостоянства, а прогнозируемость результата, в отличие от классического бизнеса, напротив, снижает интерес зрителя к событиям. И, конечно, нельзя обойти вниманием такую особенность, как оптимизм болельщиков и последователей, их высокая лояльность к атлетам и спортивным брендам. Ведь они вряд ли сменят своего идола из-за неудовлетворенности отдельным результатам и будут искренне настаивать, что их кумир находится в шаге от победы в следующем соревновании, в отличие от потребителей других товаров, которые легко переключаются с бренда на бренд, исходя из оптимального соотношения цены-качества. Эта особенность является как преимуществом, так и трудностью для коммерческой деятельности в области спорта, направленной на привлечение новых последователей в случае желания расширить свою долю рынка. В то же самое время в спорте имеет место колоссальное внешнее давление, оказываемое, например, болельщиками и СМИ. В классическом бизнесе менеджеры едва ли испытывают давление такого уровня, как, скажем, тренеры, в особенности тренеры сборных команд. К тому же в спорте акционеры гораздо более заинтересованы и проинформированы, чем мы видим в большинстве компаний в классическом бизнесе. Спортивные результаты вообще одна из самых популярных тем обсуждения между людьми на планете. Спорт в целом оказывает большее социальное воздействие, чем любой другой бизнес. Поэтому менеджмент спортивного клуба должен всегда находить разумный компромисс между интересами спортсменов, спонсоров, СМИ, местным сообществом и своими коммерческими. Еще одной несомненной отличительной чертой является ограниченная доступность спортивных продуктов. Что имеется в виду? Если в других отраслях производитель может увеличить производство товаров или услуг, чтобы удовлетворить спрос, то спортивные организации ограничены продолжительностью спортивного сезона и количеством утвержденных календарных соревнований, что влияет на способность максимизировать доход за счет продажи билетов и услуг, а значит и связанную с этим прибыль. И наконец глобализация. Элитные спортивные мероприятия и соревнования, такие как Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира, престижные коммерческие турниры требуют кураторства международных общественных спортивных организаций, освещения в СМИ и технологичности. Зрители в любой точке планеты хотят получать быстрый доступ к огромным пластам статистики и аналитики. Люди, интересующиеся спортом, отлично знают правила, следят за комментариями и смотрят трансляции в соцсетях. Поэтому спортивный менеджмент предполагает умение управлять организацией с учетом знаний перечисленных особенностей, а конно-спортивный имеет еще как минимум три важнейших отличия. Первое. Нашим полноправным партнером является лошадь, чего нет более ни в одном олимпийском виде спорта. Второе. Конный спорт не имеет возрастных ограничений. Кстати, самому младшему члену клуба Прадар 2,5 года, а самому старшему 94. И третье. В конном спорте мужчины и женщины выступают в смешанном зачете. Вот в таком фокусе мы и будем рассматривать вопросы создания и управления конно-спортивными клубами. Итак, напоминаю, конно-спортивные клубы относятся к коммерческому сегменту спорта. Стоит заметить, что термины частный и профессиональный при характеристике не являются синонимами. Термин частный означает, что клуб поддерживает деятельность и развивается за счет использования своих коммерческих доходов. А чистая прибыль, в случае ее наличия, конечно, возвращается владельцу и распределяется по его усмотрению. Зачастую конно-спортивные клубы создаются не с целью извлечения прибыли, а служат иным целям основателей. Например, являются основой для тематического досуга, принадлежащего им комплекса недвижимости, или местом для собственных тренировок, в случае, если сами владельцы клуба ездят верхом или даже принимают участие в соревнованиях разного уровня. Но какой бы ни была эта цель, клуб должен иметь способность зарабатывать на свою деятельность. В противном случае его жизненный цикл будет коротким и закончится вместе с угасанием интереса владельца конному спорту или изменением его финансовых возможностей. Термин «профессиональный» имеет еще две дополнительные характеристики. Во-первых, указывает на масштаб деятельности, что означает, что данный клуб функционирует на пике спортивной индустрии. И во-вторых, что спортсмены, представляющие клуб, являются профессионалами. Спорт – их работа, им платят за тренировку, как за рабочий день. Итак, мы рассмотрели среду спорта, в которой создаются, живут и развиваются конно-спортивные клубы, и разобрали, чем спортивный менеджмент отличается от классического. Наша следующая тема – целеполагание. Основа выбора стратегии. Если проект «Экви-менеджмент» интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, поставьте лайк под этим видео, чтобы оно попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!